Про Машеньку и зубную щётку Пока Маша была маленькой, зубы она не чистила, и зубной щётки у неё не было. Но когда ей исполнилось три года, бабушка сказала, «Теперь ты большая, и нужно каждый день чистить зубы. Вот тебе щёточка и зубной порошок». Ручка у щёточки была такая красивая, жёлтая, прозрачная, а порошок такой белый, что не успела бабушка и оглянуться, Как Машенька окунула щётку в порошок и... Сунула её себе в рот. «Фу! Да чего же противно! Щётка колючая, порошок невкусный!» «Не хочу я чистить зубы!» Рассердилась Маша. «Никогда не буду!» И бросила на пол свою красивую щётку. А дальше больше, и умываться Машенька вдруг не захотела, И причёсывать себя не позволила. Вот какие пошли капризы! «Что ж», — сказала бабушка, — «оставайся грязнулей!» «На твои руки и глядеть-то не хочется!» Бабушка ушла, и даже дверь за собою закрыла. А Маша подумала, что руки всё-таки придётся вымыть, И кое-как намылила их. Глядь, на ладошке сидит мыльный пузырёк, Совсем маленький. Маша хотела сдуть его с ладошки, А он как пошёл раздуваться! Машенька испугалась. Хотела одёрнуть руки. Да не тут-то было! Они приклеились к пузырю крепко-накрепко. Тут распахнулась дверь, Поднялся сквозной ветер, Подхватил пузырь, И он вместе с Машенькой Вылетел в раскрытое окно. «Бабушка! Бабушка!» Кричала Машенька. Но бабушка не могла её услышать. Мыльный пузырь поднялся над городом И летел прямо в облака. Машенька со страху Ещё сильнее вцепилась в пузырь, И он разлетелся На тысячи крохотных капель. Маша кувырком полетела вниз И упала на что-то мягкое, Пахнущее мятой. Девочка громко чихнула, Рядом ещё кто-то чихнул. Раз, другой, третий. Машенька оглянулась И увидела свой гребешочек. «Откуда ты взялся?» Удивилась она. «Откуда, откуда Из твоего кармана выпал Всё из-за тебя?» И гребешок Снова зачихал. «Гребешок, где мы?» Испуганно спросила Машенька. «Не видишь разве В пустыне зубного порошка? Не хотела причесываться И зубы чистить? Теперь сиди здесь До самой старости!» Машенька заплакала. «Я домой хочу! К бабушке!» Гребешку жалко стало девочку. Он подумал и сказал. «Может, пойти К зубной щётке? Она здесь королева?» «Скорей! Идём к королеве зубной щётке!» Закричала Машенька. Но дорогу они Не знали И пошли Куда глаза глядят В надежде Кого-нибудь Встретить. «Не плачь!» Крикнул Радостным голосом Гребешок. «Смотри! Впереди Вода И чей-то Домик!» Они Вышли На берег Реки Вода В ней Была Перламутровая А у берега Покрыта Пеной Из мыльных Пузырьков В чистеньком домике У реки Жила Тётушка Мочалка Увидев Машеньку Она Всплеснула Руками Никогда В жизни Не видела Таких Девочек Замарашек Тебе Что Здесь Нужно? Вы Не Знаете Как Нам Пройти Королеве Зубной Щётки? Вежливо Спросила Машенька Дорога Одна Через Мой Сад Только Такую Грязнулю Я Туда Не Пущу Сначала Тебя Надо Вымыть Нет Сказала Машенька Мыться Я Я Не Стану Но Потом Подумала Что Оставаться Здесь Навсегда Ещё Хуже И Согласилась Только Пусть Мыло В глаза Не Лезет Тётушка Мочалка Очень Любила Всех Мыть Она Принесла Из Мыльной Речки Целых Три Ведра Мыльной Воды Уж Она Мыла Мыла Машеньку Уж Она Её Тёрла Тёрла Водой Поливала Поливала Вот Какая Чистенькая Да Хорошенькая Девочка Получилась Такую Можно И В Мой Сад Пустить В Саду Тётушки Мочалки Росли Яркие Губки Разноцветные Куски Мыла И Удивительные Цветы Из Чашечек Которых Как Из Душа Брызгала Холодная И Тёплая Вода Тётушка Мочалка Провела Машеньку Через Сад И Показала На Белую Дорожку Идите По ней Прямо Прямо И Придёте Гребешковому Лесу Там Узнаете Как Идти Дальше Гребешок Очень Обрадовался Что Пойдёт В Гребешковый Лес И Простившись С Тётушкой Мочалкой Они Побежали По Белой Дорожке Вот И Гребешковый Лес У Деревьев На Ветках Вместо Листьев Здесь Росли Гребешки И Едва Машенька Шагнула В этот Лес Деревья Зашевелили Ветками И Гребешки Стали Расчёсывать Её Спутанные Волосы Сначала Машеньке Было Очень Больно Но Чем Дальше Она Шла Тем Легче Становилась Дорога Тем Мягче Прикасались Листья Гребешки А волосы Девочки Стали Гладкими Блестящими И Закрутились На концах В тугие Колечки Ну вот Сказал Гребешок Теперь Тебе Можно Показаться Королеве Зубной Щётке Впереди Впереди Появился Необыкновенный Дворец Он Был Из разных Коробочек С зубным Порошком А у входа Как колонны Стояли Тюбики Пасты По залам Дворца Разгуливало Множество Зубных Щёток Машенька Даже Испугалась Сколько Их Было Вдруг Появилась Сама Королева Маша Сразу Узнала Её Это Была Самая Красивая Щётка Жёлтая Прозрачная На ней Была Корона Подойди-ка Сюда Велела Она Машеньке Ох Что Будет Если Королева Узнает Что Я Свою Щёточку На пол Бросила Подумала Девочка Но Всё-таки Подошла Будешь Умываться Причёсываться Зубы Чистить Строго Спросила Королева Буду Прошептала Маша Утром И вечером Напомнила Королева И Протянула Руку Возьми Себе Этот Носовой Платок Спасибо Вежливо Поблагодарила Машенька Но Тут Откуда Не Возьмись Поднялся Сквозной Ветер Платок А вместе С ним И Машенька И Гребешок Взвелись В воздух И Полетели И Не Успела Машенька Опомниться Как Оказалось Дома Да Чего Же У Меня Большая И Умная Внучка Сама Причесалась Умылась Зубы Почистила Такую Можно И В детский Сад Отдать Сказала Бабушка С тех Пор Маша Всегда Сама Умывается Сама Расчесывает Волосы Сама Чистит Зубы А Своей Зубной Щеточке Она Каждый День Говорит С добрым Утром И Спокойной Ночи Редактор субтитров Корректор Субтитров Субтитров Субтитров